Зимой, когда рыбная ловля становится не столь активной, появляется много времени для отдыха. Именно так может показаться человеку, мало знакомому с трудовыми буднями работников Салемальского рыбзавода. Однако одни сотрудники начинают работать над годовым планом, другие подготавливаются к летнему периоду. Подробности о зимних буднях рыбодобывающего предприятия смотрите в следующем сюжете. Новый год принес Салемальскому рыбзаводу немало нового. В основном это коснулось планов на год. По словам гендиректора, в этом году будет добыто 600 тонн рыбы. Это многим меньше планов предыдущих лет. Но на это есть вполне объективные причины. На сегодняшний день срезаны все квоты по белой рыбе, которая приносила нам доход. Осталась только черная рыба. Основные виды это щука, ясь, налим, платва и ряпушка. Вот эти основные виды, которые мы сейчас вылавливаем. Я уже не беру ерша, потому что квота его можно взять и 100 тонн, но он стоит 10 копеек. Его никто не хочет покупать. Вся выловленная рыба, которую привозят рыбаки с песков, сортируют, замораживают в камере шоковой заморозки и складируют в холодильниках. Но пока рыбный лов не столь активный, сотрудники, работающие в цеху, занимаются другой, не менее важной работой. Важным ежегодным занятием является возведение ледовой дамбы, которая в ледоходы закрывает все береговые сооружения и флот предприятия. Потому что весенний ледоход, в зависимости, конечно, от зимы, но такой объем идет льда, что он просто срежет все, что у нас есть. У нас нет своей акватории замкнутой, бетонного пирса. И чтобы сохранить хотя бы то, что у нас есть, береговые помещения, вот эти все сооружения, флот, нам необходимо просто заливать эту дамбу. Она спасает нас. За зиму работники цеха должны наморозить стену, которая сможет стать преградой для многотонных ледовых глыб. Кроме того, нужно наморозить многометровый пласт в ледохранилище, который обеспечит предприятие льдом на весь сезон плюсовых температур. В теплый период его засыпают в плашкоуты для доставки рыбы от места рыбалки до хранилищ. Стоит отметить, что в прошлом году было приобретено два новых плашкоута. Ну, еще, наверное, будем покупать, обновлять флот, потому что плашкоуты у нас, так скажем, 80-х, 70-х годов постройки очень старые. На сегодняшний день у нас 8 плашкоутов. Из них только два, которые получили в том году, новые. Два плашкоута 8-го года постройки, остальные уже 80-х годов постройки. Кроме того, есть и такая работа, которая актуальна на протяжении всего года. Сетепосадочный цех не знает отдыха ни зимой, ни летом. Если в сезон активного лова работники занимаются ремонтами сетей, то во времена затишья они делают новые орудия лова. Вся работа делается вручную, без применения какого-то современного оборудования. А сама технология строительства сетей не меняется на протяжении многих десятилетий. Мы изготавливаем рудилово для ряпушки, для налима. Вот еще я от 22 до 60 до 70 миллиметров. Изготавливаем еще также рюжи, невода. Вот, наверное, года 3-4 уже как неводами стали рыбачить. Вручную отремонтировать десятки километров сетей. Натаскать воды, чтобы наморозить десятки тонн льда. Вот таким незаметным, но важным трудом обеспечивается круглогодичная работа промыслового предприятия. И этот труд, без преувеличения, можно назвать титаническим. Василий Крылов, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Салемал.